итак дорогие друзья приветствую на канале сегодня мы очень коротко поговорим про такой смартфон как oppo a54 это бюджетный смартфон от компании oppo экран 6 5 дюйма батарейка 5000 все максимально стандартно максимально обычно но казалось бы вот такой современный дизайн сканер отпечатка на боковой грани вот боковой сканер отпечатки по 16 мегапиксельная камера видификация тут какая-то подводяных преск нового защита но это так это скажем никакого погружения то он маркетингово заявлено это его особенность конкурентное преимущество быстрая зарядка 18 абсолютно все стандартно цена не сказать что знаете там какая-то шокирующая но и далеко не самая низкая вот если сравнивать какое железо здесь ты тут даже особо что-то рассказывать долго нету только мы дойдем до процессора сразу и мои зрителей моего канала и думаю многие опытные пользователи сразу пойму чем подвох смартфон вроде как стильный модный молодежный вырез под фронтальную камеру слева у нас расположен тут экран большой все как мы любим все стандартно рамки не самые большие вот несколько камер которые традиционно имеют какие-то датчики а по сути только одна камера полноценная в общем-то и тут игры фронтальная камера все нормально кроме процессора и вот в общем то здесь все и заключается это проблема беда многих смартфонов 2020 и особенно 2021 года когда выпускают новый смартфон он получает новый индекс если бы тому по 50 а 52 а 53 в том а 54 есть смартфон в котором например характеристики могут запросто быть хуже чем смартфоне там прошлого года да в чем-то не чуть-чуть лучше дизайну сделали что чуть чуть свежее чуть чуть новее но при это могут экран 90 герц стерео звук забрать там процессор более слабый поставить и в общем то вот почему мне смартфоны компании опа и в общем-то и не нравится ареал не как бы больше нравится реал не это скажем более такой лояльный бренд там основная политика более такая приземленная более адекватно его появила по моему мнению отлично по мнению пусть это будет как бы субъективная оценка цены конечно у них завышенный как видим 13 14 видим цена 13 1490 рублей а вот вот такой смартфон вот такой дизайн все как бы ну в черном корпусе вообще выглядит солидно если вы не знаете его цену не знаете его характеристики то он вполне может потянуть на смартфон там тысячи 18 даже 20 может носик для тех людей кто особо не разбираться и стены все тут защитная пленка чехольчик дают в таком цвете есть но если вы увеличите количество памяти до 128 цена возрастает до 17 тысяч я бы убрал вот так вот 64 гига так минималочку и все это вы ждать скидку хотя бы тысяч до 12 потому что процессор который у нас здесь заявлен который на сайте официальном присутствует это у нас mediatek helio p35 это восьмиядерный процессор достаточно старый достаточно слабый да какие-то игрушки простенькие вы поиграете какие-то видосы вы можете записывать фотографии делать но фотографии будут не быстро сохраняться видосы это будет full hd 30 кадров без какой-либо стабилизации 6 процессор не вывозят большой битрейт и какие-то сложные настройки но вот сына по цену мы поговорили и сейчас мы посмотрим что это за процессор то у нас helio p35 это процессор 2018 года у него все ядра cortex a53 что делает его достаточно слабым потому что более таких продвинутых процессоров есть cortex a73 более высокопроизводительные ядра эти все ядра не какие-то базовые набор инструкции поддержит но в очень сложных каких-то приложениях игрушек просто вычислительной мощности не хватаем как видим 25 мегапикселей поддерживает он и фронтальную камеру и широкоугольный модуль но он не может делать этом 48 мегапикселей 64 там 108 мегапиксельные кадры он не может делать просто не хватит у него сил склеить также hdr будет дольше сохраняться переключение на камеры будет дольше происходить как видим используется вот он опа хотя до этого он в его использовался причем он использовался и в хуавеях и в инфиниксах и в самсунге а 12 но это как бы не самый страшный вариант но в 2019 года в 2019 году он использовался такие смартфоны например как кубок у китайл сигма мобайл или фонуме дуджи понимаете в 2019 а потом все уме не площадь что нас за всем мире play многие даже не помнят как этот все уме мисплей выглядел как бы процессор старый реально три года в antutu он набирает ну при самых лучших раскладах ну тысяч 120 это максимум тот же snapdragon 460 который был в а-53 он процентов на 20-30 был мощнее так он еще при этом имел ядр кортекса 73 что позволяло нормально установить google камеру даже там кое-как выжать 60 fps какую-то там такую программную стабилизацию опять же сторонним софтом прикрутить потому что опять же отсутствие мощных этих ядер каких-то аппаратных инструкций ну скажем так усложняет работу с такими более ресурсоемким приложением вот такой был сегодня смартфон всем спасибо всем пока подписываемся на канал